Если вы искали наушники с хорошим дизайном, качественным звучанием и прекрасными материалами и все это с бюджетом до 4000 рублей, то у меня для вас хорошие новости. Привет, меня зовут Арсений и ты на канале Игроман, ну а это обзор наушников от Такстар, Такстар Pro 82. Поехали! Итак, наушники обошлись мне в 4000 вечно дешевеющих рублей. Ссылку на магазин, где приобретал эти наушники, я оставил в описании. Можете прямо сейчас переходить и смотреть актуальную стоимость. Первое впечатление после распаковки, какие же они крутые и качественные. Несмотря на пластиковый корпус и непримечательный внешний вид, наушники сразу же дают понять новому владельцу, что это качественный продукт и с выбором он не прогадал. Оголовье выполнено из качественного кожзама с мягкой подкладкой изнутри. Соответственно, на голову наушники не давят от слова совсем. Способствует этому и приятный вес в 246 граммов. При длительных игровых и рабочих сессиях голова и шея не устают. Комфорту способствуют и мягкие амбушюры Pro 82. Их толщины в 16 мм вдоволь хватает для того, чтобы мои уши не касались внутренней части чаш. Да, казалось бы, не такая уж и большая толщина амбушюр, но на практике они очень даже комфортные. Снизу зазора я не заметил и на окружность вокруг ушных раковин давление также отсутствует. В общем, посадка так старого конкретно на моей голове оказалась идеальной. Дизайн наушников максимально универсальный. Это черный матовый пластик и тактильно приятная эко-кожа. И даже несмотря на свою бюджетную цену, видно, что наушники сделаны из действительно качественных материалов. И действительно, наушники не кричат о том, что они игровые. А внешний вид подойдет как к строгому черному или белому сетапу, так и к рабочему месту в любой цветовой палитре. Благодаря стильному и отчасти минималистичному визуальному оформлению, такие наушники можно смело одевать и на улицу. Выглядят Pro 82 достаточно урбанистично, поэтому никаких косых взглядов на себе вы ловить не будете. И несмотря на то, что никаких геймерских обозначений у такстаров нет, модель Pro 82 подходит идеально для игр. Если говорить про позиционирование, то тут оно великолепное. Вы четко слышите то, сколько противников к вам приближается и с какой стороны. А взрывы гранат не перекрывают остальную аудиоинформацию. В общем, если вы рассматриваете универсальный вариант, который подойдет и для игр, и для прослушивания музыки, Такстар Pro 82 отличный выбор. Звук наушников, пожалуй, самый важный аспект. Конечно же, если вы выбираете аудиоустройство, то ваши наушники должны звучать приятно. И у Такстара звук субъективно шикарный. По крайней мере, он сбалансированный и достаточно ровный. Выражается это в первую очередь в балансе частот. За примером далеко ходить не надо. Рассмотрим наши замеры и график амплитудно-частотной характеристики. Низкие и средние частоты звучат умеренно, не перекрывая друг друга. Благодаря этому и современные, и классические треки звучат в наушниках хорошо. Да и детализация верхних частот для наушников в этом ценовом сегменте тоже прекрасна. Отдельно хочется выделить и довольно объемную сцену. Чувствуется воздушность и насыщенность звучания. Нет той скованности и зажатость присущим решениям за 50 зеленых. Скорее наоборот. Отвечают за такой воздушный и ровный звук 40-мм излучатели. Интересно и то, что установлены они под небольшим углом, что скорее всего влияет на характер звука. Воспроизводимый частотный диапазон составляет от 10 и до 20 тысяч герц. Сопротивление наушников небольшое, порядка 35 Ом. Соответственно наушники без проблем раскачает и телефон, и встроенная в ваш компьютер звуковая карта. Отдельно хочется обратить внимание на возможность регулировки нижних частот у Takstar Pro 82. Снизу каждой из чаш расположены отверстия, открывая каждой из которых вы увеличиваете громкость нижних частот на 3 дБ соответственно за каждый открытый шаг. Открывая на одно отделение громкость увеличивается на 3 дБ, на 2, громкость нижних частот увеличивается на 6 дБ соответственно. Поэтому любители даже объемного баса звучанием этих наушников будут довольны. Применение этой функции есть и на практике, предположим вы действительно любите басовитое звучание своего плейлиста. Но вот в играх бубнящие хаешки вам не нужны, ведь из-за них теряется другая аудио информация. Соответственно переключением двух ползунков вы без проблем сможете настроить подходящий режим звука в зависимости от ситуации. Еще одна плюшка это модульный кабель. Он к слову хоть и не очень длинный 1.6 метра, но тем не менее его можно заменить. Штекер подключения к источнику это 3.5 мм джек, а штекер подключения к самим 82 это 2.5 мм джек. Так в случае поломки ничего паять не придется. Просто заменяйте кабель и дальше пользуйтесь устройством. Комплектация в нашем случае очень скромная. Те кто видели распаковку знают, что в комплекте идут сами наушники, кабель и инструкция по эксплуатации. Ну и конечно еще транспортировочный мешок так стар. Почему же такая комплектация? На самом деле ответ очень простой, потому что мы их приобретали по максимально демократичной цене в 4000 рублей. Если вы хотите коробочный комплект, чтобы у вас в комплекте была соответственно коробка, то просто доплачивайте 300-400 рублей и получаете комплект непосредственно с завода. Понравилась и регулировка наушников. Отсечки металлического каркаса очень четкие. Случайное изменение выдвижения чаш полностью исключено. Есть подвижная горизонтальная часть, благодаря которой вы можете с удобством разместить наушники на плечах и шее. Да и вертикальный зазор производителем для регулировки также предусмотрен. В общем универсальность регулировки Такстар Pro 82 на уровне. Итог по наушникам максимально очевидный. Такстар Pro 82 мне понравились и по звучанию, и по своим материалам, и по цене. Поэтому я вам смело могу их рекомендовать к покупке как одни из лучших наушников в ценовом сегменте до 4000 рублей. Ну а понравились ли наушники тебе, а также может быть ты владеешь этими наушниками, напишешь свой юзер экспириенс в комментариях, я буду тебе очень признателен. Но меня по-прежнему зовут Арсений, ты был на канале Игроман. Покупай правильные и проверенные игровые и не только девайсы. И увидимся уже совсем скоро в следующем видео. Пока. Увеличивать звучание. Увеличить громкость. Увеличивая. Любители раскатистого и... Увеличь. Продолжение следует...